привет друзья с вами ли нам добро пожаловать на сегодняшнюю практику она будет в живом формате мы будем глубоко расслабляться и прорабатывать все наше тело с помощью вот такого вот ролла для мфр у меня это ролл два в одном то есть у него верхняя часть более такая массажная и внутренняя часть для расслабления соответственно и видео у нас будет состоять из двух частей мы начнем с вами с того что проработаем промассажируем какие-то может быть зажимы в теле в ногах а затем перейдем уже глубокому расслаблению спины и завершим все шавасаной я рекомендую вам также приготовить маленький плед или полотенце для того чтобы подкладывать под тело для смягчения и начнем с положения сидя руки за спиной пальцы смотрят вперед мы начнем с самого приятного и самого бережного это массажа наших стоп я не знаю что может быть приятнее чем помассажировать стоп и особенно после напряженного дня на самом деле вы можете выполнять этот комплекс в любое время дня как утром для того чтобы расслабиться бывает что зажимы у нас после сна также и вечером после работы и еще замечательно вообще тренировки с таким роллом помогают для того чтобы расслабиться после например интенсивной тренировки в спортзале это тоже очень очень приятно кстати если говорить о йоге то считается еще что у нас в стопах также присутствуют чакры то есть вообще чакровая система она находится в зоне позвоночника но также в некоторых системах считается что стопы тоже энергетические центры я думаю многие со мной согласятся так как там очень очень много точек которые очень важно массажировать и прорабатывать вот таким вот приятным способом замечательно переходим к следующему упражнению будет чуть больнее возможно поэтому вы можете регулировать для этого как раз у нас двойной ролл очень удобно либо если вам очень тяжело и неприятно вот с такой ребристый вы можете использовать мягкую переходим к массажу игр на самом деле мне сейчас тоже очень очень приятно я уже занимаюсь долго с этим роллом но первое время было болезненно честно поэтому следите со своими ощущениями это очень важно чувствовать свое тело во время практик главный принцип конечно не навредить а наоборот получить удовольствие пользу дышим через нос приятно вдох и выдох можно выдыхать через рот на самом деле нет такого обязательного правила сейчас вот в нашей тренировке чтобы мы дышали только через нос главное что дыхание было глубоким помогало вам расслабиться ногу тоже расслабляем не зажимаем ее позволяем ей плавно стекать по роллу так с этой ногой достаточно думаю вообще такое упражнение желательно делать после каждой тренировки особенно после интенсивной тренировки например на ноги если вы бегаете если вы просто много по работе двигаетесь это будет очень приятным таким дополнением к вашим тренировкам к вашей активности дышим желательно уделить равное внимание каждой ножке если вам недостаточно будет того показа который я даю сейчас у нас такая тренировка чуть укорочена вы можете просто ставить видео на паузу и делать столько сколько вам захочется ограничений нет еще глубокий вдох и полный выдох кстати вариант если тяжело на руках можно вот так вот на локтях например делать тоже вариант более расслабленный завершаем и теперь у нас задняя была поверхность перейдем на переднюю поверхность здесь я воспользуюсь подушечкой одна нога у меня будет согнута я работаю с правой ногой соответственно здесь уже на локтях выпрямляю ногу и укладываю под квадрицепс вот здесь и раскатываю о вперед и назад можно поглубже так уходить старайтесь расслабить тело и старайтесь все таки в каких-то местах где болезненно чуть задерживаться можно ставить ногу вот здесь на пальце задержаться и как мы делаем в инь йоге побыть немножко здесь подышать тоже должно пройти какое-то время для того чтобы вообще что такое фасция фасция это то что обнимает наши мышцы это как оболочка некая и прорабатывая таким образом оболочку да мы добираемся дальше до мышц мы расслабляем их еще глубже почему происходит скованности в теле как раз из-за того что мышцы спазмируются мышцы стагнируются даже когда мы занимаемся силовыми тренировками естественно когда мы занимаемся силовыми тренировками все это может приводить не только к пользе но и вот к таким вот зажимом к сожалению поэтому очень важно дополнять любые тренировки расслабление здесь конечно болезненно это факт это моя прям болезненная область признаю это дышим отлично поднимаемся сделаем на другую сторону так сгибаю ногу вкладываю и поехали в начале кстати бывает наоборот не болезненно бывать самого прям начала болезненно это ощущение если очень болезненно еще раз старайтесь задерживаться в точках фиксировать и пребывать в них дышать нет никакой нужды какой-то темп прям вот задавать себе я сейчас делаю в том темпе в котором мне комфортно сегодня завтра это может быть другой темп у вас также обязательно слушайте свое тело мы учимся этому прямо сейчас прямо сейчас прямо здесь еще немного глубокий вдох приятный выдох еще вдох и выдох отлично поднимаемся следующее мы укладываем ролл сбоку вот таким вот образом здесь я уже получается что у меня та же самая нога в чтобы вам удобнее было показывать с левой ногой буду работать нога у меня согнута я укладываю ролл под внутреннюю поверхность бедра и сейчас у меня будет уже небольшое такое движение прокатка в бок где-то вот пусть вот здесь будет посередине внутренняя поверхность у это очень приятно это очень приятно это очень приятно и также такой массаж нам помогает с вами избавить тело от отеков подтянуть в целом улучшить рельеф дышим еще чуть-чуть вдох и выдох отлично на другую сторону также сделаем также ложимся нога сбоку руки на локтях почему-то правы у меня сегодня именно болезненная боль в целом мне понятно потому что правая часть нашего тела отвечает за энергию ян энергия активности энергия ответственности поэтому в целом это нормально то что у нас какая-то часть тела чуть более напряжена более расслаблена другая мы учимся выравнивать за счет ощущений за счет работы с телом мы балансируем энергии в том числе дышим здесь глубоко еще немного я бы здесь даже остановилась немножечко в таком более глубоком вытяжении чтобы прочувствовать это выдыхаю выдыхаю прекрасно медленно-медленно возвращаемся в исходное положение и теперь я достаю мой ролл вот таким вот волшебным образом то есть у нас остается вот такая вот штучка что мы с вами делаем с ней подушечка нам пока не нужна так мы ложимся вначале садимся и укладываем ролл в область лопаток руки за головой в замок и здесь мы будем раскатывать эту область вау это пожалуй самое любимое вообще часто да у нас с вами верхняя часть спины немножечко или немножечко зажимается и вот такое мягкое движение я все-таки люблю больше на гладком роли делать не знаю мне мне хватает нагрузки мне хватает ощущений вполне тем более что я могу в моем случае варьировать нагрузку если я захочу я могу и на ребристой части полежать но лучше именно полежать что двигаться будет очень болезненно здесь важный нюанс если у вас чувствительная кожа вообще близко расположены сосуды в принципе как у меня то конечно могут быть синячки поэтому не пугайтесь или просто если это отметите старайтесь снизить нагрузку дышим здесь вот это упражнение точно можно делать бесконечно и теперь вот таким вот образом здесь мы уже расслабились вот действительно легче вот по ощущениям я чувствую даже получилось лечь опустить голову вниз так ноги у нас пока согнуты попробуем убрать руки положить вдоль тела где-то захотелось немножко пониже так чем ниже вы опускаете ролл тем больше у вас будет прогиб тем интенсивнее будет раскрытие головного отдела дышим здесь если хочется еще более интенсивных ощущений можно сделать вот такие движения руками такой массаж лопаток нет какого-то особенного правила как это делать просто как нравится чтобы вы чувствовали движение лопаток ой как хорошо можем убрать руки за голову вот так вот еще больше потянуть область грудного отдела и чтобы усилить ощущения выпрямляем ноги займите то положение которое вам удобно чтобы расслабиться здесь если ощущения в области шеи какие-то может быть некомфортные неприятные зажимы горла могу порекомендовать положить подушечку под голову раскидываем руки ладонями вверх закрываем глаза полностью расслабляем наше тело представляем что мы лежим на ровной поверхности на ровной мягкой и тело такое же мягкое с каждым выдохом оно плавно растекается по коврику расслабим мышцы лица полностью расслабим плечи расслабим плечи расслабим плечи расслабим плечи Расслабим руки, каждый пальчик, расслабляем спину. Чувствуем, как волна расслабления движется ниже, расслабляются ноги, они становятся легкими-легкими, как перышки. Все тело полностью расслаблено. Позвольте себе это расслабление, здесь и сейчас, не думая ни о чем больше. Глубокий вдох, полный выдох. Глубокий вдох, полный выдох. Обращаемся. Пошевелим осторожно пальцами рук, ног. Почувствуем наше тело в пространстве. Не спеша уберем подушечку и ролл в сторону, чтобы на какое-то время полностью лечь на спину. Это будет просто невероятное наслаждение. Почувствуйте это ощущение, эту разницу. Соприкосновение с ровной поверхностью, абсолютное заземление, абсолютная легкость, мягкость тела. И сгибаем ноги. Ложимся на любой удобный бок. И помогая себе руками садимся. Простая поза со скрещенными ногами. Прямая спина. Закроем на мгновение глаза, чтобы почувствовать те изменения в теле, которые произошли после практики. Со вдохом поднимаем руки через стороны вверх. С выдохом складываем ладони намасте. И открываем глаза. Благодарю вас за сегодняшнюю практику. Я надеюсь, она была полезной для вас. Если это так, буду рада вашему пальчику вверх. И поделитесь в комментариях под видео вашими ощущениями. Благодарю. Желаю приятных практик. И до встречи снова на моем канале.